Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас воскресенье, масленица, и Ваня встал и говорит, мама, хочу блинчик. Мама быстрее побежала месить тесто, замесила, а Ваня пока играет со свинками Пеппами своими. Ну, Пеппа! Пеппа! Джордж у тебя здесь, да? Угу. А это вот мама свинка, папа свинь, да? Угу. Ну все, я пошла жарить блинчики, ты пока играй, хорошо, сынок? Да. Ну вот я все приготовила, сделала тесто, тесто обычное, как всегда я это делаю, на молоке, тут у меня 5 яиц, вот. Эта вот тарелка у меня специальная, специальная лопаточка для блинчиков только использую, и моя сковородка. Все, поехали жарить. В любимой сковородке готовлю гуляш. Это у меня говядина такая, вот прям прелесть, тушистое мясо такое, вот прям много лука сюда положила. Правда, мясо сначала обжарила, а сейчас пришла пора тушить уже с луком. О, мама! Ваня, да, помогает мне. И в дальнейшем, вот чуть попозже, положу болгарскую перцу сюда, потом уже специи, приправы разные. Так что будет еще целая сковорода вкусного мяса. Добавила томатную пасту, перца из перченицы молотвы, сейчас все это размешаю, один вульк и отключаю. Все готово. С морозом! Саша с морозом сбежал поесть на вкусный гуляш. Надеюсь, что вкусный. Ваня, блинчик трескает в это время. Ну-ка, пробуй, Саша. Всем привет. Да, всем привет. И Ваня тоже поздравил. Очень вкусный. Реально очень вкусный. Ну, с огурчиком, с помидорчиком, видишь, и красивый, и вкусный. Сегодня праздник, масленица. Давай у всех будем просить прощения. Все простите нас. Простите нас, пожалуйста. Пожелания добра всем, счастья, любви, благополучия. И пусть придет весна. Простите нас. Простите нас, пожалуйста. Все. Солнце уже вообще яркое, жаркое прям становится. Ну, правда, сегодня посмотрим. Нет, я имею в виду, что стоит мороз, допустим, да, а солнце светит и жарко прям. Скажем, две недели такого назад не было. Даже если солнце светило, все равно холодно, оно не чувствовалось. А сейчас именно чувствуется жар уже. И день, день явно прибавился. И утром, и вечером уже прям ощущается. Да, мама. Да, Вань кушает. Кушай, сынок, кушай. Ну ладно, приятного аппетита. У нас спасательная работа. Перепелка сейчас с Ташей отмывали. Она вляпалась в клей. Для мышей. Для мышей. Если бы мы клей не смыли, она бы погибла. А она жирненькая, толстенькая, несется хорошо. И вот мы сейчас ее с керосином отмыли с Ферри. Теперь кунж, прическа, где иногоже. Короче, дама в столу не побывала. Да? Да, и она даже, смотри, не рыпать сидит она. Она, наверное, понимает, что иначе просто капу так будет. Она вообще мокрая вся была. Мокрая, липкая. Да, и она сидела, и ей холодно. Хоть холодно. Ну вот, повесили занавеску. Купила одну. И не бросайте в меня камни. Почему одну? А потому что мне нравится, когда нет перегруза. И вот эта комната, когда у нас планировалась, она у меня как бы шла, как комната такая невеста. Все в светлых тонах. Обои вот мы такие подбирали. Белые, и на белом фоне вот такие вот какие-то вот серебристые, сероватые цветочки. Соответственно, занавеску очень подошла. Полы у нас. Саш, где шведский, что ли, или швейцарский вот этот вот ковролин? Что-то вот швед. Старике Хатабыч. Да, тогда еще старик Хатабыч был жив. Магазин. Магазин, да, сейчас его закрыли. И вот такой вот ковролин. Хорошего качества такой вот. Вот тестировать хотим. Давай закрываем. Сейчас, сейчас закрою, сейчас. И вот в спальне получалось очень и очень светло. И нужно было вот какое-то затенение. Ну, чтобы все-таки спальня и спальня, нужно, чтобы было темновато. А у нас светловато. И вот так вообще прелесть получилась. Как мне нравится. Какая я молодец. Да, серебрячный занавесок. Я не вижу смысла в наличии непосредственно двух занавесок. Мне и так красиво. Почему? Потому что с этой стороны у меня идет такая полка вот. Вернее, набор целой полки. Если тут повиснет еще вот такая занавеска, то все будет как бы сливаться. Вот. Или она прикрывать будет эту полку. Со временем, когда вот Ваня переедет из спальни, с этих полок я вот это все, конечно, уберу. И здесь у меня будет, ну, что-то такое красивое стоять. А сейчас пока вот как-то так вот. Вот. Прелесть. Все показывать не буду, потому что не хочу пока еще. Я не готова все показать. Вот. Но у нас тут хорошо. Все, мои мужики будут тестировать. А вам покажи эту полочку, где у нас телевизор будет стоять. Ну, что я там покажу. Как будет телевизор стоять, так и покажу. Не, ну, уже все готово. Сюда можно телевизор повесить. Ну. Которая в кухне стоит, телевизор как раз сюда войдет. Вот. И вот такая красота. Сразу темнее стало. Вот. Мне нравится, как бы, вот в данном конкретном случае, почему тюль у меня оказалась в первом ряду, а сама с навесковым столом. Именно потому, что планировалось, что как бы комната такая вот именно вот, белая, светлая. О, прям прелесть, как мне нравится. Красота. Ну, покажи полочку, где телевизор. Я специально ее делал для телевизора. Ниша это, а не полочка. Ниша, да. Да, вот сюда потом встанет телевизор. Как раз вот телевизор, который на кухне, именно отсюда. И сюда он идеально вписывается. И как кухню мы сделаем окончательно, бесповоротно, туда встанет свой телевизор, а тот сюда перекачивает. Да, мы сюда вешали, пробовали. Да, все прекрасно. Так что... То есть будет вот стена, и плоскость стены как раз будет стоять вот от телевизора. Так что вот такая вот у нас чудо комната-спальня. Кровать потом как-нибудь покажу порядок на виду, когда у меня ребенок не будет прыгать по кровати. Ну, не надо. Все, вышли мы на улицу прогуляться. Вот новый термометр у нас висит, показывает минус 7, что ли, минус 6 где-то градусов. Минус 6. Вот, что-то чудит. Все, у нас идет снег, ветерок, масленица сегодня. Сейчас, наверное, гулянии должны будут начаться, шелками. Масленицу будут сжечь. Сейчас, если успеем, пойдем посмотрим. Сынок, не надо, ручки мокрые будут, и домой пойдешь. Все, выходим. Нет. У тебя сейчас руки будут мокрые, ты замерзнешь. Что-то непонятно. Пурга-пуржит, снежок идет. О, какая красота. Вот он, пурганье. Пойдем гулять. Папу за ручку бери, Ваня. Бери папу за ручку. Давай. Давай. Пошли. Пошли. Мама. Мама, привет. Привет. Идем, блядь. Идем, идем. Папа, папа. Я не знаю, я. Ой, пирогами пахнет. Кто-то печет что-то. Спасибо. Не знаю, мне пирогами пахнет. Это вот как по городу. Идешь, кто-нибудь форточку откроет, картошку жарит. Ага, картошечку. И так по деревне. Кто-то блинчики печет. Тот пироги. Да, тут прям запах такой. Петенок. Да, что-то пекут кто-то. Ай, вкусно. А может шашлыки уже жарят. Кубут. Сегодня же бабу будут жечь. Да, но сегодня точно вот здесь пахнет не мясом. Не мясом, да, такой запах. Вот я говорила, дом продается за миллион двести участок. Это вот именно как раз вот с лошадьми. Вот этот вот дом, вот этот большой участок, тут земли очень много. Вот он как раз продается за миллион двести. Соток двадцать, наверное. Ну да, тут очень большой. Тут баня, наверное, у них что ли. Конечно, я не знаю, какие там условия внутри. Там удобства есть или нет. Но вроде как продает. И вон еще дом, который за два с половиной миллиона. Сейчас покажу, который за два с половиной миллион. Вот тот вот кирпичный. Ладно, ближе подойдем, тогда снимем его. Ах, какая красота. Девчонки рисовали. Прелесть. Пошли, мам. Я за мамой идем. Идемте на обочину. А тут машины нету. Конечно, нету вам все. Вот, продам дом. Висит объявление. Телефон прилагается. Так что, желающие звонить. Вот этот дом продается. Вот за два с половиной миллиона. Но он большой, с мансардой. Я такая не роню. Все, догнаем. Коль, ногами. Коль, ногами. Коль, ногами. Коль, ногами. Коль, ногами. Коль, мама. Мама куда-то уйдет. Коль, маленькая. Коль, кострами пахнет. Наверное, разжигает что ли. Ну да. Для шашлыков. Ну-ка, три. Кто, шашлык, кто, блины. Коль, чай. Обычно, обычно на маслице у нас блины раздают. Ну, вот на мероприятии на самом блины раздают обычно. Ну, а шашлыки все-то остальное, конечно, покупаешь. А блины с чаем биплятно. Сейчас в клуб зайдем, вон, блины. Будем баловаться. Баба. Вань, не надо. Саша, он сейчас воздух холодного наглотается. И завтра ты с ним будешь дома опять сидеть. Ну и хорошо. Очень хорошо. Сегодня маслиница. Сегодня будем баловаться. Не надо баловаться. Не надо. Нет. Будем баловаться. Мужики. Леганье сплошное. Ай, боже. Баба, Ваня. Ветер-то сильный. Возьми его за руку, машина идет. И ему тоже может быть шанс вынуть сюда, завязать. Или нет. А у Бенза уже. Опоздали мы на масленицу. Все, было 12 часов. А жаль. Все. Мы купили целую сумку. Всякой. Всякиной. Давай. Все, пошли, пошли. Все домой. Все краснощеки. Все, пап, открывай дверь. Нет, я пойду в хостереврить играть. Нет, я. Нет, я пойду. Сейчас вместе все будем играть. Да. Папа, хватит мне твои вот шуточки эти все. Приключить где? Давай, открывай уже. Нет, тут ключи. Ну хватит, что тебе. Я же тебе их отдал. В руль. Несчастный. Открывай. В руль счастливый. Открывай. Тихо, 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 тихо. Тут скользко. Аккуратно. Все, Ваня бухает, а мы пошли попьем ее сжать. Да. Накупили всякого баловства. Саша вот взял на ватерске целебной газированную воду. Любитель он у меня минеральной воды газированной. Это прям мило дело ему. Вот такие вот колечки луковые. Вкусные они. Вот такие вот по 13 рублей сухарики, жвачка. Это вот Ваня вот игрушка. Светбок сейчас будем открывать. На, открывай. И вот такое вот яйцо. Тоже там игрушки, конфетки какие-то. Вот, все. Ой, что это такое? Ой, что это такое? Так, здесь вот мармелад, конфетки, а тут вот машинка. Давай откроем? Давай. Вот он этот светбокс. Что с тобой представляет? Вот такая вот машиночка небольшая. И вот несколько таких вот конфеток. И все. И это стоит 150 рублей. Кошмар. Ну вот открыли это яйцо за 50 рублей. Вот такая машинка. Кстати говоря, в прошлый раз Саша, видать, не покупал такую машину. Да, еще, еще желтый есть. Очень интересные, они там ездят интересно. Машинка классная. Еще. Ой, а еще вот есть конфетки. Ну это еще понятно, вот эта цена 50 рублей. Но вот за это 150 рублей за маквину, конечно, оттазят. Ну вот такая вот классная машинка. У меня даже механизм есть. Я покажу еще желтый есть. Иди, принеси желтый еще. Ч operations. У меня ложь вот сценарий. Крячьем желтый. Иди, пресса молодой. Продолжение следует...